Всем привет и добро пожаловать снова на мой канал в сегодняшнем выпуске Анастасия Волочкова, Наташа Королева-Тарзан, Анжелина Джоли, Лариса Гузеева, Полина Гагарина, Лобода, Филипп Киркоров, Кайни Уэст, Майкл Джексон, Тиллиан Деман, Джейсон Стетхем, Ксения Собчак, Ольга Бузова, Ксения Бородина, Анна Семенович, Эмма Уотсон, Эдриан Броуди и много других интересных новостей. Я как всегда счастлива снова здесь всех приветствовать. Мое утро сегодня началось как обычно с пробежки, с проходки как хотите. Ну в общем я сегодня как всегда погнал со своими палками наматывать километры у себя на районе. И мое утро сделала маленькая девочка. В общем пока Миссия там бегал-бегал в какой-то момент я подумал сверну-ка я в сторону парка. И вот бегу я в парке и прохожу я мимо девочки с мамой. Значит мама там по телефону что-то разговаривала, а девочка в этот момент что-то там себе в земле в листьях искала, не знаю. И вот в какой-то момент когда я уже приближаюсь к ним, девочка такая поднимается с чем-то в руках и говорит «Мама, посмотри какая какуля». Мама телефон бросает и говорит «Что? Какая какуля?». И в этот момент меня просто порвало. Девочка мое утро сделала. Вот это ее детское лицо с какулей в руках и мамы на перепуганное лицо, которое кричит «Брось ее, брось какулю». В общем, какуля, девочка и мама, спасибо вам за хорошее настроение сегодняшнего дня. Это плюс еще к тому, что еще сегодня солнечный день. В общем, настроение меня зарядили хорошим, поэтому я надеюсь попытаюсь и вас также зарядить хорошим позитивным настроением. Всем желаю приятного просмотра, ну и погнали. Эмма Отсон спустя год вернулась на красную дорожку. Актриса появилась на первой церемонии вручения экологической премии, учрежденной принцем Уильямом при поддержке Королевского фонда. До этого Эмма целый год игнорировала все дорожки и светские мероприятия, почему и вызвала повышенное внимание к себе. Но если быть точным, много вопросов возникло к ее наряду. Ну я посмотрел наряд как наряд на этой красной дорожке, как по мне. Ну, во-первых, она не такая красная-зеленая, если быть точным. То на этих дорожках еще не в таком приходили, поэтому звезда Гарри Поттера Эмма Отсон достаточно нормально еще выглядит. Ну а я хочу услышать ваше мнение, как вы считаете, что-то вас пугает в образе Эммы Отсон? Ну и кстати, смотрите ли вы Гарри Поттера, есть ли у вас привычка пересматривать его снова и снова, как это делают многие мои знакомые. Честно признаюсь, я даже не все части пересмотрел, но некоторые иногда могу. Знаете, когда зимой, холодно, если мне вдруг не спится, я могу включить Гарри Поттера или Властелин колец и нормально себе откинуться. Потом их дрезать храпака. Хорошо, сплю под Гарри Поттера. Жду ваших комментариев, переходим дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, сейчас это просто какой-то новый тренд, замораживать свои яйцеклетки, это их дело, понятное дело, мы не будем им указывать. Мне просто кажется, что Анна Семенович любит покушать. Я не думаю, что она беременна. Ну, кто знает, кто знает, через 9 месяцев узнаем. То ли она поправилась в очередной раз, то ли все-таки она беременна. Как думаете, беременна или просто любит покушать? Узнаете двух мужчин на этой фотографии? Это братья из приключений электроников. Вот так сейчас они выглядят. Передают всем привет. Я почему-то думал, что они помоложе, но, наверное, потому что я в детстве когда-то смотрел «Приключения электроников». Кто еще помнит этот фильм детский? Комментируйте. На первом канале, как вы знаете, проходит легендарное шоу «Ледниковый период». Я не знаю, какой там по счету уже сезон. Слава богу, да, вы уже убрали. Спасибо. После очередного выступления Ксении Бородиной Татьяна Тарасова просто разбушевалась. Значит, она оценила успехи Бородиной в «Ледниковом периоде». И вот что она сказала. «Из каждой хорошей вещи можно всегда сделать плохую». Номер ровный и неинтересный. Без души. В общем, она жестко разнесла Бородину. Бородина, конечно, сидела там еле-еле себя пыталась сдерживать. Я не знаю, насколько действительно там хорошо или плохо катается. Точно не мне судить. Татьяна Анатольевна Тарасова все-таки заслуженный тренер. Поэтому ей виднее. Танком она проехалась по Бородиной. Ксении это не понравилось. Поэтому она обратилась к своим подписчикам, чтобы те поддержали ее, голосовали за нее. Я думаю, что Бородину специально немножечко оценками, так знаете, давят. Чтобы вызвать ажиотаж к шоу. И тем самым, чтобы зрители как-то то ли ее поддерживали, то ли просто за счет хейта рейтинги росли. Я уже ничего не понимаю. Но в любом случае, Ксения Бородина была недовольна тем, что ее кто-то опустил. Она же привыкла в своем инстаграме всех попускать и опускать. Извините за такие речи. Но по-другому не скажешь, когда я разговариваю про эту хабалку Ксению Бородину. Вот по-другому не могу никак ее назвать. Хоть кто-то ее поставил на место. Спасибо Татьяне Анатольевне Тарасовой за это. Кстати, кто смотрит шоу Ледниковый период, как вам в этом году участники, катания? И вообще, как думаете, кто победит в этом году? Я, если честно, кроме Дани Милохина и Ксении Бородиной понятия не имею, кто там вообще еще катается. Вот вам, пожалуйста, дожили. А я больше чем уверен, что там еще помимо Милохиной и Бородиной много актеров. Но все внимание, как вы поняли, к тиктокерам и к блогерам. Документальный фильм «Баби Яр» Сергея Лозеницы получила специальную награду «Особая благодарность» Лондонского кинофестиваля. Фильм состоит из архивных материалов, снятых в период с 1941 по 1966 год. Украинский кинотеатр почему-то в прокат этот фильм не взяли. Не знаю почему, возможно, в ближайшее время и появится. Хотелось бы, нужно, так сказать, поддерживать свое кино. Но спасибо за то, что Лондонский кинофестиваль выделил украинского режиссера и фильм под названием «Бабин Яр контекст». Так что, если вам интересно, можете посмотреть. Ну и немного нарядов с того самого Лондонского кинофестиваля. Проходил кинофестиваль почти две недели. Но звезд, кстати, там было не так-то и много. Из таких самых знаменитых это Джордж Клуни, Кристиан Стюарт, Кирстен Данс, Дакота Джонсон, Оливия Колман, Бейонсе, в общем, которая, как всегда, перетянула все внимание на себя. Ну и еще много других, которых я даже не знаю. Собственно, немножко посмотрите, насладитесь. Но если кому-то интересно, можете посмотреть фильм. Американский журнал «Эль» разместил на ноябрьских обложках лауреата к премии «Женщины в Голливуде», которые меняют мир к лучшему своими ролями в кино и социальными инициативами. Вот эти девять красот. Это Анджелина Джоли, Галь Гадотт, Джоди Коммер, Дженнифер Хадсон, Сальма Хай, Холли Берри, Рита Морено, Лорен Ридлов, Джема Чан. По версии журнала «Эль» это те самые девять красоток, которые меняют мир к лучшему. Поэтому в ноябре на обложках журнала «Эль» все они будут красоваться. Ну и вот интересная новость. Значит, Ольга Бузова в своем инстаграме развела очередную истерику. Через десять дней у нее концерт, а она потеряла голос. И тут у меня, внимание, вопрос на такие. А как можно было потерять то, чего никогда и не было? Вот это, конечно, королева драмы. Оля Бузова в своем репертуаре. В общем, развела она истерику, плачет, страдает. Как всегда, играет на камеру, вызывает жалость у своих подписчиков и не только. Но что хочется сказать? Оль, тебе не привыкать петь под фанеру, а так что там голос особо-то и не нужен. Да и потом, у тебя его никогда и не было. Не вижу причины раздувать скандал. Ксения Собчак заявила, что сама в последний момент отказалась вести конкурс красоты в Майами. Вместо нее взяли на эту роль Анну Седокову. Ходили слухи, что Собчак попросили не покидать Россию, пока не закончено следствие по делу ДТП Сочи Адлер. Ну и вот выяснилось, что на самом деле от Собчак отказались спонсоры мероприятия после истории с ДТП. Символично, что авария произошла с участием Мерседеса. Собчак рекламирует одного из партнеров Мерседеса компании А1. Кстати, странно, что Мерседес никак не комментирует сотрудничество с Собчак. Ведь в Ауди когда-то публично расторгли с ней контракт из-за расизма. Я уже говорил по поводу того, что спонсоры никак от нее не уйдут никогда. Конечно, сейчас первое время будет вокруг Ксении Собчак много негатива всего. Но в принципе, почему только сейчас? Вокруг Ксении Собчак, по-моему, всегда было много негатива, ей не привыкать. Поэтому шумиха немного уляжется. Все это дело они как-то там разрулят обязательно. Как бы там многие не кричали, не тыкали на нее пальцем, все равно она за рулем не была. И можно, конечно, рассказывать и говорить о том, что она поступила очень плохо, что она покинула место происшествия. Скорее всего, так и должно было быть, она должна была, наверное, остаться. Но в любом случае, что сделано, то сделано. Но видите, многие так пишут, что от нее все рекламодатели убежали. Но я не думаю, что это так на самом деле. Как вы знаете, любая, даже самая громкая неприятная ситуация, она происходит какое-то определенное время. Потом все утихает, все забывают и переключаются на что-то новое. Поэтому я думаю, неделя-две все это потихоньку начнут забывать. Ну или, скорее всего, что в ближайшее время произойдет какой-то новый инфоповод, на который все резко переключатся. Ведь так обычно и происходит, собственно, в шоу-бизнесе и не только. Я думаю, вы со мной согласитесь. В общем, вот такие вот новости по поводу Собчак. Ну и, кстати, самое главное хочется добавить. Даже если от Ксении Анатольевны уйдут все спонсоры, поверьте, бедствовать она точно не будет. Я думаю, у нее все в порядке с финансами, поэтому не будем за нее переживать. У нее все там нормально и есть кому за нее тоже переживать. Комментируйте, переходим дальше. Ну и немного вам Шалама Изендея в Лондоне на премьере фильма Дюна. Кстати, кто посмотрел фильм Дюна, делитесь с вами комментариями. Ну, красивые молодые актеры. Вообще сейчас, конечно, столько много новых талантливых молодых актеров появляется, что просто не успеваешь за всеми следить. Я хочу заметить, что именно Тимоти и Изендея активно стали сниматься в последнее время в кино. Я не знаю, с чем это связано. Надеюсь, что потом мы не будем узнавать какие-то неприятные истории, что какие-то там дяди высокопоставленные их продвигали. Я надеюсь, что все-таки это благодаря их таланту. Ну, по крайней мере, мне так наивно хочется в это верить. Ну, я вас жду ваших комментариев касательно фильма Дюна, поскольку некоторые люди написали, что не очень понравился. Я в восторге, честно. Я лишь только недоволен тем, что еще сколько времени, там год-два, придется ждать второй части. Ну, надеюсь, что быстрее это произойдет. Джейсон Стэдхэм станет отцом во второй раз. Этим поделилась его девушка Роузи. Замечательная новость. Джейсон Стэдхэм – прекрасный актер. Очень много фильмов с его участием я смотрел. Всегда он, в принципе, примерно одинаковую роль играет. Мне он нравится. Нормальный такой парень, поэтому рождение детей – это всегда прекрасно. Так что, скоро будем поздравлять Джейсона Стэдхэма с рождением ребенка. Российская киперспортивная команда Team Spirit впервые выиграла The International чемпионат мира по Dota 2. Для тех, кто не знает, что такое Dota 2, это игра, в которую играют огромное количество людей по всему миру. Я знал, что в компьютерные игры играют, даже стримы пускают, но я не ожидал, что там такие заработки. Значит, они завоевали главный приз в размере 18 миллионов долларов. Это по 3,5 миллиона долларов на каждого игрока. Как я несерьезно относился к игре Dota. Я всегда думал, что играми увлекаются какие-то парни, девушки, которые просто некоммуникабельные, такие домашние. Я не хочу так называть такое слово, есть на букву Z, но я думаю, вы поняли, да? Но я не ожидал, что там такие деньги разыгрываются. Так что, российская сборная, поздравляю вас, 18 миллионов долларов. И теперь у меня вопрос, я точно все делаю правильно в этой жизни? Я предлагаю всем срочно освоить эту игру, собрать свою команду. Там глядишь и, может, и мы сможем претендовать на победу. Но если за первое место дают такую сумму, я думаю, что за второе, за третье там тоже неплохо получают. В общем, я в шоке, честно признаюсь, поскольку для меня такой денежный приз – это откровенный шок. А как вам? Комментируйте, переходим дальше. А сейчас самое время поставить лайк. Обязательно ставим лайк, подписываемся. Все сделали, убедились, что все сработало. Молодцы, теперь продолжаем дальше. Мари, вот могла ты фамилию какую-то попроще выбрать или это псевдоним? Ну, честно, вы еле выговариваешь такие фамилии. Мне же потом напишут, что я опять неправильно произнес. Значит, лидер группы Рамштайн уже давно примелькался россиянам. Артист проводит в России много времени, записывает здесь свои проекты и крутит романы. Телю долгое время приписывали отношения с Лободой, но мы не будем это все сейчас обсуждать, поскольку это чепуха. И вот артист пришел на акустический концерт певицы Мари Краймбрери и направился в ее гримерку с огромным букетом. Наедине с артисткой Линдеман провел около 10 минут, после чего отправился в зал, где пристально наблюдал за выступлением Мари, не сводя с нее зачарованного взгляда. Я надеюсь, что Мари на него не поведется, поскольку репутация у Тиля, конечно, дай бог. Точнее, не дай бог, если быть точным. Вот так вот. То есть свой похотливый глаз Тиль кинул на Мари Краймбрери. Но посмотрим, что из этого получится. Возможно, ее продюсер этим воспользуется и тоже она от него забеременеет. Ну, все, как это обычно бывает. В общем, время покажет. А может быть, у них завяжется настоящая любовь. Хотя, я думаю, зачем он ей нужен, этот старый алкаш? Боже, я такое сказал, господи. Да простит меня Тиль. На Майкли Джексоне продолжают зарабатывать. Его заявление на замену паспорта продается, внимание, за 75 тысяч долларов или почти 5,5 миллионов рублей. В 1990 году король поп-музыки потерял документы и заполнил анкету на их восстановление. А предприимчивые сотрудники паспортного стола сохранили бланк с автографом легенды и его 4 фотографии. И теперь они решили это продать дело все за 75 тысяч долларов. И я уверен, что обязательно найдутся фанаты, которые это дело купят. Вообще, конечно, это всегда для меня было таким безумием, когда продавали какие-то автографы, футболки, трусы, там, не знаю, все, что только можно продают людей. Да, я понимаю, что Майкл Джексон это действительно человек, который в мире музыки сделал огромный переворот. Я согласен. И много других людей, которые, правда, гениальны, талантливы. Но я никогда не понимал только одно, зачем мне их автографы, ну что мне с ними делать? Вот сейчас модно фотки выкладывать в Инстаграме, тоже не понимаю, ну зачем мне бежать к человеку, ну и что мне эта фотография даст? Для чего? Чтобы что? Чтобы показать, вот смотрите, я там с кем-то сфоткался, такое себе, знаете. Зачем они мне нужны? Я сам себе звезда. Я вообще не фотографируюсь, у меня в Инстаграме ноль фотографий. Вот самый активный пользователь Инстаграма. Признавайтесь, покупали когда-нибудь автографы чьи-нибудь? Если вам приходилось когда-то покупать что-то подобное, рассказывайте, сколько денег за это все дело заплатили. Буквально еще пару слов про Светлану Лободу и Филиппа Киркорова. Мы же с вами все помним, как это происходило летом, когда Филипп Киркоров в истерике просто прошелся танком по Лободе и Крапивиной. Не будем это все вспоминать. С тех пор, я так понял, они не общаются. Но 18 октября мы с вами помним, что у Светланы Лободы был день рождения. Я следил внимательно, кто ее поздравляет, кто нет. В общем, Слана Лобода свой день рождения праздновала в Дубае. Там Монатик ее веселил, развлекал. В общем, день рождения у Светы прошел на ура. Но вот тут вот самое неожиданное произошло. Это когда Филипп Киркоров выкатил поздравительный пост на своей странице в Инстаграме. Произошло это практически в полночь. То есть он так, наверное, ждал до самого вечера и думал, поздравлять, не поздравлять. А возможно, кто-то ему просто об этом напомнил. Ну, в общем, в итоге наша цыганка Аза все-таки выкатила пост у себя на Стаграме. И вот что он написал. С днем рождения, Суперстар Лобода. Вот это уровень лицемерия. Пару месяцев назад он кричал, что она бездарь, что она вообще плагиатчица, все крадет. Ничего своего. Просмотры на Ютюбе накручены. В Инстаграме подписчики накручены. Все это фейк. И Светлана Лобода фейк. И вообще она никто. А здесь пишет Суперстар. Аза ты наша, ну ты совсем уже, конечно, склерозница ты наша, но не важно, в общем. И вот что он дальше продолжает. Пусть твоя жизнь всегда будет праздником. И пора нам устроить, внимание, вечеринку воссоединения. Да, Филипп, мы этого ждали. Мы думали, что это произойдет раньше. Но вот наша мать-кукушка взялась за голову и решила все-таки протянуть руку дружбы нашей Суперстар Светке Лободе. Посмотрим, как это все произойдет. Будет повод записать совместный трек. Вы же помните о том, что Нателла Крапивина кричала, что он очень хотел трек совместно с Лободой. Она ему отказала. Собственно, это и была причина, по которой они там друг на друга погавкали. Возможно, теперь будет такой повод. Видите, поругались, теперь помирились. И совместный трек. И как-то это поможет ему продвинуться. Ну, время покажет. Но что-то мне подсказывает, что именно так все и произойдет. Ну и самое главное, как вы думаете, тот скандал, который произошел между ними, ну точнее между Крапивиной и Киркоровым, но туда втянули и Лободу, это все было по-настоящему или это просто был спектакль? Вот я почему-то до сих пор подозреваю, что это был спектакль. И все это было не по-настоящему. Жду ваших комментариев. Переходим дальше. Ну и вот пока мы с вами спали, суд в США разрешил Канье Уэсту сменить имя на Е. Теперь он не Канье, а Е. Зачем? Ну, во-первых, Е является частью его полного имени Канье, а во-вторых, оно часто встречается в Библии. Канье Уэст себя решил отнести к самым святым людям из Библии. В общем, сходит с ума как только могут. Такая себе информация, но решил с вами поделиться. Полина Гагарина снова устроила опрос у себя на странице в Инстаграме в сториз. Ей задали вопрос, были ли у нее когда-то в жизни панические атаки, и Полина написала, что оказывается, да, у нее не были. Полина Гагарина написала о том, что уже два года, как ее панические атаки перестали мучить. Но до этого она была просто в кошмаре и жила в страданиях и мучениях, и вообще у нее была затяжная в депрессии. Но вот уже как два года ее это все дело отпустило наконец-то. А мы помним, что именно два года назад она разошлась с бывшим супругом Исхаковым, фотографом. И она намекает в очередной раз, что именно из-за него у нее были панические атаки, а также затяжная депрессия. Полина Гагарина в очередной раз не упустила возможность выставить бывшего супруга в не лучшем свете. Ну, я и почему-то не верю. Я думаю, что панические атаки и вся та затяжная депрессия была связана не с ее мужем, а именно с тем, что она слишком много работала и бралась за все и везде. Видимо, организм просто давал сбой. Ну, а как вы думаете, пишите свои комментарии. В Лос-Анджелесе прошла премьера фильма Марвел под названием «Вечный». Жду этот фильм с нетерпением. Ну и вот Анжелина Джоли со всеми своими детьми пришла на премьеру фильма. Мальчики в костюмах, девочки в платьях, даже Шайла в платье. А Захара Мамин наряд надела еще с прошлой премии, которая была в 2014 году. Но не об этом. Вообще, я заметил, что в последнее время Анжелина Джоли стала какая-то вся такая легкая, светящаяся. Как будто в ее жизни что-то произошло замечательно. Неужели это так повлиял на нее развод с Брэдом Питтом? Вот смотрю я на Анжелину Джоли сейчас и Брэда Питта. Вот когда они были вместе, какое-то было напряжение. Она как-то плохо выглядела. Вот сейчас они разошлись и просто она расцвела. Получается, что развод иногда только в плюс. Ну и еще немного про Анжелину Джоли. Посмотрите на эту замечательную фотосессию. Какая же она здесь красотка все-таки. Нравится она мне. Несмотря ни на что, она все равно мне нравится. Красивая, успешная женщина. Но я искренне надеюсь, что они как-то с Брэдом Питтом все-таки договорятся и перестанут судиться. Хотя я очень в этом сомневаюсь. В любом случае, премьера фильма «Вечные» состоялась. В Украине этот фильм будут показывать только в ноябре. Поэтому время еще есть. Я жду с нетерпением этот фильм. Хочу его посмотреть, поскольку я являюсь поклонником подобного жанра. Но и мне будет очень интересно понаблюдать с Анжелиной Джоли в подобной роли. На бывшую солистку группы «Стрелки», которая слила фото Насте Волочковой, которая сходила под елку, завели уголовное дело. В конце августа в сеть попал снимок, на котором Волочкова справляют нужду на собственном участке. Как позже, мы с вами помним, было несколько эфиров у Малахова. В общем, об этом всем поговорили, покричали. То ли не у Малахова на первом канале, у Борисова не имеет значения вообще. Мне что Малахов, что Борисов одно и то же, честно. Я думал, на этом покричат и закончат, но нет. Анастасия Волочкова, она же у нас немножко в душе американка, любит судиться, поэтому ей мало судов с большим театром. И она решила подать в суд на свою обидчицу. Собственно, вашему вниманию предоставляю прямую речь самой Анастасии Волочковой. Слушайте и комментируйте. Хотим сказать большое спасибо органам следственного комитета Красногорского района, сотрудникам прокуратуры Московской области и Красногорской прокуратуры за то, что обеспечили принятие законного решения о возбуждении уголовного дела по преступлению, совершенному в отношении Анастасии Волочковой. В конце концов, лица будут установлены, действительно, которые эти сведения выложили в интернет, это частные сведения и не подлежит разглашению. Поэтому эта история теперь имеет далеко идущие последствия для тех лиц, которые посчитали возможным для себя нарушить тайну частной жизни. Ну вот, давайте, мы были неголословны. Всегда свою честь и достоинство я защищаю до конца, идя смело. И мы это сделали, мы это сделали, мы доказали виновность этих людей. Хотели сделать провокацию, устроить, но теперь вот уголовка вам, пожалуйста. Их самое интересное, они же теперь сначала кичились, как курицы, бегали на каналы на федеральные и влили на меня грязь и пиарились. А сейчас, когда мы говорим, да, мы теперь готовы еще раз с вами встретиться и показать вам, вот вам уголовка. Хотите дальше меня обижать? Попробуйте. И уже людей нет. Испугались. И правда. Ну, как-то так. А наша-то балерина с душой нараспашку, она же женщина-рогатка, оказалась мстительной, решила отомстить о своей обидчице. Ну, посмотрим, насколько у нее получится. Может быть, она тоже миллионов сто потребует. Кто знает, аппетиты у Анастасии огромные. Она с Большого театра 200 миллионов хочет стянуть. Посмотрим, сколько она с бывшей солистки захочет поиметь. Что хочется пожелать Насте? Удачи тебе! Ну и пока многие инстадивы мучаются прогревами, написаниями курсов, составлением карт желаний и разработкой марафонов, Наташа Королева просто продает свои поздравления через WhatsApp. Вот так вот. Поздравляшки от Наташки, заявки через WhatsApp, пожалуйста, заказывайте. И Наташа вас с удовольствием поздравит. Кстати, хотели бы вы, чтобы в какой-то момент вдруг неожиданно вам пришло видео поздравления от самой Наташи Королевой. И самое главное, мне интересно, а повлияла ли цена после всего того, что устроила эта семейка? Передача «Секрет на миллион» — это я сейчас про дочь, которую она подарила. Но не будем снова это все повторять. В общем, Наташа Королева нашла себе новый вид заработка. Песен нет, видимо, концерты, наверное, тоже отменили. Поэтому как-то жить нужно. Ну и чё, одни марафоны продают, а здесь просто поздравляшки от Наташки. Как по мне, вы знаете, несмотря ни на что, то это намного честнее. Лучше поздравить по видеосвязи кого-то, нежели продавать никому не нужные курсы. Точнее, воздух. Ну и теперь немного про Тарзана. Коль уже про Наташу Королеву, как вы понимаете. Это же семейная пара, поэтому разделять их не будем. Так вот, девушку, которая вымогала деньги у Тарзана, отправили в колонию. 50-летняя Антонина Савидес признана виновной в вымогательстве и приговорена к пяти годам заключением в колонии общего режима. Осенью прошлого года Сергей Глушко обратился в полицию с заявлением о том, что кто неизвестный через WhatsApp требует с него 2 миллиона рублей. В противном случае они грозились распространить в интернете ролик интимного характера. Антонину задержали в ходе спецоперации в московском ресторане «Топчан», когда артист передавал ей деньги. «Полицейские выяснили, что у женщины нет постоянного места жительства, прописки и официального места работы». Я не знаю, что там за видео интимного характера, но я думаю, что после всего того, что мы с вами уже видели, из-за, так скажем, хом-видео с участием Наташи Королевой и Тарзана, я думаю, никого бы ничего уже не удивило. Ну вот такая вот новость, так что Тарзан наказал свою обидчицу. Комментируйте, переходим дальше. Вот вам задачка на воображение. Представляете ли вы Эдриана Броуди в роли Хоббита? Вот и я не мог себе представить. А ведь это вполне могло случиться, если бы Броуди случайно не отказался от культовой экранизации «Властелин колец». Да-да, именно он сам отказался. Об этом он сам рассказал в недавнем интервью. Оказывается, актер просто не понял, от чего отказывается. И вот что он сказал. Я в этот момент как-то не сориентировался, и я не знаю, на какую именно роль я был выбран, но это был кто-то из Хоббитов. Тогда я занимался поиском чего-то другого. Я помню, как пошел в кино на «Властелин колец» с бывшей девушкой, и она повернулась ко мне и спросила, «Ты отказался от «Властелина колец?»?» И в тот момент я почувствовал себя идиотом. Вот такие откровения от актера Эдриана Броуди. Ну и еще немного про Эдриана Броуди. Оказывается, что он встречается уже больше года с бывшей женой Харви Вайнштейна. Дизайнер Джорджина Чапман подала на развод с Вайнштейном сразу после этих всех скандалов. Продюсера приговорили к 23 годам тюрьмы. Все мы это с вами уже знаем. Со скороносным Броуди красотка Джорджина начала встречаться в прошлом году. О романе пары заговорили в марте 2020 года. А уже в Каннах парочка, не стесняясь, страстно целовалась публично. Наверное, после Вайнштейна красивый Эдриан Броуди с безупречной репутацией кажется настоящим подарком судьбы. Пожелаем им счастья. Вот такая вот интересная история про скороносного актера Эдриана Броуди. Кстати, как вам этот актер? Напишите любимый фильм с его участием. Возможно, что-то посмотрю. На этом новости шоу-бизнеса закончились. И мы переходим к вашей любимой рубрике «Хорошие добрые новости». Трогательная история. Учительница прочла ученикам сказку по видеосвязи на следующий день после операции на мозге. Миссис Меучи удалили опухоль, и несмотря на плохое самочувствие, она позвонила школьникам, чтобы они не переживали за нее. Женщина пообещала ребятам, что скоро вернется, и напоследок прочитала сказку на ночь. Вот тот случай, когда учительница вторая мама, видите? Она переживает за детей, чтобы они не волновались за нее. Трогательная очень история. Ну и мы пожелаем, конечно же, скорейшего выздоровления этой замечательной доброй женщине. Соболь Марик, который сбежал из Челябинского зоопарка, наконец-то вернулся домой. Зверь убежал во время уборки вольера. Марика заметили посетители парка, но поймать его задача не из легких. Соболь был очень ловок и быстр, а потом и вовсе забрался на дерево. Для того, чтобы его поймать, понадобилась 37-метровая лестница и сотрудники МЧС. В общем, его все-таки словили. Ну, наверное, Марику просто надоело быть в зоопарке. Вообще, конечно, зоопарки, когда уже их закроют. Но я также понимаю, что если бы он остался на природе, то, к сожалению, он бы не смог там выжить. Поскольку звери, которые рождены в зоопарке, они привыкли к той жизни, которая у них есть. Но слава богу, что его нашли. А вот очередной лайфхак от виноделов. Значит, виноделы отказываются от токсичных удобрений и теперь нанимают птиц для борьбы с вредителями. Раньше на винодельнях в Калифорнии использовали ядовитые вещества, чтобы мыши не портили урожай. Однако яд оставался на винограде и литры вина становились непригодными для питья. На помощь пришли сепухи, которые могут съесть очень много грызунов в год. Птицы помогают не только сохранить вкус натурального вина, но и сэкономить целых 216 тысяч долларов в год. 15 миллионов рублей на борьбу с вредителями. Вот так вот, понимаете, приятное с полезным совмещаем. И птички летают, и вино не нужно отравлять, и всё замечательно. Ловите лайфхак, виноделы, если вы этим занимаетесь. Как вам идея завести дикобраза? Значит, на этом видео вы можете увидеть милое создание. Эта девушка Анастасия взяла такого необычного питомца-альбиноса на передержку. А скоро он отправится в зоосад. Взрослым его побоялись подселять, поскольку он был слишком мал. Но сейчас малыш уже подрос, поэтому Анастасия не побоялась и взяла это чудо к себе домой. Как видите, у них замечательные отношения сложились, но скоро его отправят в зоосад к своим сородичам. И надеюсь, что у него будет всё замечательно. Альпаки теперь охраняют уток на территории посольства Бельгии в Австрии. Животным дали ответственную работу после того, как лисы убили уток на территории ведомства. Пабло и Борис отлично справляются с важной миссией. Сотрудники посольства очень полюбили новых коллег и проводят с ними свободное от работы время. Поэтому, видите, мне кажется, что здесь тоже совместили приятное с полезным. Во-первых, альпаки отгоняют лис, спасают уток от них. Ну и плюс сотрудникам теперь можно выйти и провести замечательное время с ними. Снять стресс, так сказать, и отвлечься от серых будней. А вот это интересная история. Значит, мужчина в футболке с надписью. Я дагестанец, нет плохой нации, раздал женщинам цветы и шоколадки в столичном метро. Это все после тех историй, когда мы с вами обсуждали, его земляки не очень красиво, мягко говоря, не очень красиво повели себя в метро. Он решил, так сказать, реабилитировать свою нацию. Я с ним абсолютно согласен, поскольку в каждой нации есть люди хорошие, есть люди, ну, мягко говоря, не очень хорошие. Поэтому вот такой флешмоб он решил устроить. Доказать всем, что не все дагестанцы плохие. Так, в принципе, никто и, наверное, не думал. Молодец. Я считаю, что вот такие челленджи нужно поддерживать и подхватывать. Поэтому берите себе на заметку, давайте теперь все наденем футболки. Будем ходить по городу, по селам, метро, в общем, кто где может, раздавать друг другу цветы, шоколадки. Так, цветы не надо мне, можно просто варенье и шоколадки. Нет, шоколад я тоже не особо люблю. Можно тортики. Вот еще одна трогательная история. Проданная машина вернулась к сыну ее владельца спустя 40 лет. Будучи подростком, Джон начал поиски автомобиля, чтобы обрести единственную память об умершей матери. Спустя несколько лет он нашел нового владельца. Тот долго думал, но в итоге продал машину, когда услышал ее историю. В бардачке автомобиля Джон нашел личные вещи матери и теперь память о ней всегда будет с ним. Вот так вот бывает в жизни. Представляете, спустя 40 лет. И еще одна трогательная история. Спасатели с помощью крана достали коня из двухметровой ямы. Бедное животное полностью провалилось в металлическую трубу, копанную в землю. Чтобы вытащить коня, украинским спасателям пришлось провести целую операцию и задействовать кран местного предприятия. К счастью, все прошло успешно и животное не травмировалось. Спасибо всем спасателям и всем тем, кто принимал участие в данной истории. И вот в очередной раз мы с вами убедили, сколько интересных, хороших историй. Сколько прекрасных, замечательных людей, которые каждый день, каждую минуту приносят что-то хорошее в наш мир и творят добро. Берите с них пример, давайте будем становиться еще лучше, добрее и показывать правильный и нужный пример всем окружающим. Не только нашим близким и родным, а в принципе всем вокруг. Поскольку люди имеют свойство перенимать привычки, давайте будем делать привычки хорошими. Ну и кстати, еще одна радостная новость. Для всех поклонников Алекса Назарова. Сегодня на YouTube захожу и мне вдруг в рекомендации выбивают его видео. Он вернулся на YouTube, так что вы можете перейти на его канал и поприветствовать своего любимого Алекса Назарова. Еще раз внимательно прислушаться и понять, что мы с ним абсолютно разные люди. У нас разные голоса и с ним вообще ничем не похожи. Вот так вот бывает, так что вы так за ним скучали, видите, он вернулся. Признаюсь, даже посмотрел, что он там рассказывал. Много интересного про Николая Баскова. Ну да ладно, я не буду это все пересказывать. Если вам интересно, заходите. И вообще, зачем я его сейчас здесь рекламирую? Мне нужно ему теперь написать, чтобы он мне за рекламу платил. Ладно, от души это дело. Для вас, поклонники Алекса Назарова. На этой замечательной ноте я буду заканчивать сегодняшний выпуск новостей. Я очень надеюсь, что он вам так же понравился, как и все предыдущие. Если вы вдруг что-то пропустили, обязательно переходите и пересматривайте, поскольку я стараюсь каждый день для вас сделать интересный контент. Поэтому смотрите, комментируйте, палец вверх ставьте, сердечки отправляйте, лайки, как вам удобнее это все называть. Если вы вдруг еще не поставили палец вверх, обязательно самое время сейчас это сделать. Я всем желаю крепкого здоровья. Пейте побольше витамин. Сейчас понимаете, а витаминоз или что-то... Ослабленный иммунитет у всех, поэтому давайте не дадим никакой заразе пробраться в наш организм. Поэтому делайте зарядку. Вкусно правильно кушайте. Спите хорошо. Смотрите мой канал. И все у вас в жизни будет замечательно, поскольку здесь всегда только по-хорошему, по-доброму и позитивно. Я всем желаю чистого сердца, чтобы никто не болел. У всех у вас было все замечательно в жизни. Хорошего настроения. Приятного утра, дня или вечера. И до скорых встреч. Пока-пока.